Моя лекция посвящена цифровой депутатологии. Я Александру Васильевич попросил сегодня об этом рассказать, хотя основная часть этих слайдов и этого материала подготовленного Александру Васильевичем. Он является новым идеологом в этом направлении, наверное, единственным в России, человеком, который в одной зим занимается. Ну и мы, как сотрудники, его поддерживаем в каждом своем направлении. Об этом тоже немножко скажу сегодня. Ну, действительно, в общем-то, реальность на сегодняшний день существенно изменяется, и это связано с новыми технологиями, и с огромным количеством информации, и, в общем-то, цифровой информации, и то, что мы получаем из интернета, да, это виртуальная, облачная информация. Поэтому, конечно, врачи и ученые, которые занимаются медициной, они с этим имеют дело и пытаются приспособить нашу медицинскую практику в соответствии с этими вениями времени. И с чем это связано? Это связано, конечно, с тем, что в настоящее время не решены все проблемы лечения пациентов. Конечно, мы сегодня говорим о пациентах с сахарным диабетом, но это касается других областей, может, потому что диабет является такой, ну, вот, хорошей моделью для внедрения высоких технологий, цифровых технологий. И наши пациенты – это хронические пациенты с тяжелым заболеванием. И здесь возникают очень серьезные проблемы в том, что необходимо, во-первых, поддерживать приверженность пациента. И пациент, ну, вот на этом слайде представлено, да, то, что, какие мысли у пациента, да, что он пришел к врачу, получил какой-то там вот минимум информации, даже там прошел обучение в школе, да, в общественной школе для пациентов с сахарным диабетом, что очень полезно и здорово. Но, тем не менее, потом он вернулся домой и остался один на один с этой действительностью и с этой необходимостью, в общем-то, постоянно принимать решения в соответствии с уровнем сахара в крови, со своим самочувствием, со своими ощущениями субъективными, менять дозу инсулина, менять уровень физической активности, то, что он съедает, и нет возможности получить эту информацию оперативно от врача, да, то есть только на приеме к врачу, только если позвонить, узнать там у своих каких-то друзей, да, которые тоже страдают с сахарным диабетом, в интернете получить какую-то информацию, поэтому нужны рекомендации, да, в режиме реального времени идеально, да, и вот эти рекомендации должны быть адаптированы к конкретному пациенту. С другой стороны, проблема врача, вечная проблема нехватки времени, 12-15 минут на консультацию пациента, что за это время можно сделать, да, то есть какую информацию дать, что получить от пациента, тоже это большая проблема. И, конечно, в ходе здравоохранения, которые хотят все оптимизировать, да, потратить как можно меньше денег, но получить результат, да, получить результат, в идеале пациента вылечить, но если лучше хотя бы не вылечить, но чтобы он был доволен тем, что, в общем-то, с ним происходит на сегодняшний день. Поэтому, конечно, вторая медицина в этом плане вызывает очень большой интерес и идут очень большие уплевания. И вот вы видите на этом графике, да, как увеличивается вот эта составляющая расходов на цифровую медицину, да, это вот 2018 год, он тут разбит на два периода, и видно, что максимальные, да, в 2018 году траты были на инвестирование в цифровую медицину. Ну и каким образом можно представить себе вот эти цифровые продукты для медицины, да, то есть как на сегодняшний день они разделяются. Ну, условно, конечно, здесь, в общем-то, можно говорить о традиционных инновациях. Ну и надо сказать, что, конечно, самой такой вот ожидаемой, наверное, инновацией, может, на мой взгляд, это является создание искусственного интеллекта, который, в общем-то, заменил во многом работу врача. Ну и такие попытки, они поосуществляются. И, в общем-то, вот несколько лет назад была такая программа, разработанная IBM, это Watson, слышно о ней, она не только работает как доктор, там еще есть сфера применения, там, страховоза, страхования, еще там в некоторых сферах, но какая была идея, что вот этот Watson, он может на основании огромного полу информации, который в него погружен, может диагностировать онкологическое заболевание и назначать адекватное лечение. И вот эффективность этой программы, она оказалась 90%, 90% правильных диагнозов и правильного лечения, когда сравнивали с работой экспертов, онкологов, то там вот эта вот эффективность была ниже. Поэтому, конечно, потенциально, возможно, вот такие системы, они представляют угрозу для врача, потому что просто со временем врача можно будет заменить. Нет, я могу рассказать больше того, как только будет изобретена искусственная врача клетка, то специальность как диабетология исчезнет, реально, да, то есть это, в общем-то, как бы через пять лет у нас в конце только те, которые в таблетке лечатся, диеты, физическая активность и все проще. А инсулинотерапия здесь уже врач не будет, а диабетология была изобретена именно поэтому. То есть, когда стали назначать инсулин и подбирать лечение, нужны были специалисты, которые могли бы в этом деле понимать. Это вообще не так просто, для отсутствия возникли диабетологии. Теперь хруст замкнутся. Мы делаем искусственную позицию, чтобы в этом участвовать, для того, чтобы эту проблему специально замкнуть. Ну, в общем, мы этого не боимся, да, как вы понимаете, то есть мы все-таки за прогресс. Чтобы нести слишком деликатно. Да, и понимаем, ну, наверное, реально понимаем, что у вас еще, может быть, это в ближайшем будущем не произойдет, но хотя кто знает, да, хотя вот на сегодняшний день все равно в этой программе Watson там есть проблемы, она не может обрабатывать записанные данные, да, то есть все равно в нее надо вносить, то есть все равно нужен человека, да, который вносит данные в эту программу. Ну, и там еще некоторые проблемы, которые, ну, конечно, наверное, в ближайшее время они будут решены. Ну, и, конечно, в настоящее время, вот, огромное количество данных мы получаем. Вот сейчас уже, я Ильича об этом говорил, да, суточной мониторированной вейкемии, огромное количество данных, которые нужно обрабатывать и нужно представлять в каком-то виде для врача, для пациента. Также вот, например, направление геномика, да, и нас это тоже, конечно, естественно, косвенно касается, там тоже очень интересные профили мы получаем, или генетические, мутантные гены, да, тут тоже эта информация нуждается в обработке, то есть глаз врача, да, иногда не может это все осознать и оценить, то есть нужны какие-то алгоритмы, да, и обработка, в том числе компьютерная. И другое направление – это телемедицина. Это то, что востребовано очень со стороны пациента, пока не очень внедрено в практику, потому что сложно это сделать по многим, многим причинам, то есть это вот такой вот мониторинг состояния пациента со стороны врача, да, то есть это больше контакт, больше времени врача, да, может быть дистанционно потрачено на пациента, но это должно как-то оплачиваться врачу, да, то есть вот в этом сейчас такая вот большая проблема, вот, но этот такой запрос существует со стороны пациентов, может быть, пока не совсем осознаваемый, да, то есть они не понимают, что они это могут получить через вот именно вот эти новые технологии, через телемедицину. Ну и прорывные технологии – это, в общем-то, вот эти стартапы, которые существуют сейчас и в области медицинских технологий. Это различные мобильные приложения, которые помогают, опять же, обрабатывать ту информацию, которая есть и набирается по конкретному пациенту. Мобильные приложения, например, сейчас очень развиты, которые помогают разрабатывать диету, и это, опять же, индивидуальный подбор диеты. Опять же, тоже не все они пока хорошо работают, иногда это сложно для пациента их освоить, но, тем не менее, вот в этом направлении тоже идет развитие, и даже есть программы, которые могут обрабатывать фотографии, да, то есть там пациент просто делает фотографию еды, да, и, в общем-то, идет расчет калорий, расчет ценности этой пищи, которая там сфотографирована. Вот, поэтому в этом направлении тоже идет развитие. Ну, и вот ближе к диабету, я уже говорила, да, о том, что вот диабет – это очень хорошая модель для того, чтобы вот посмотреть, как развивается цифровая медицина и что можно сделать. Потому как пациенты с диабетом, они вынуждены по тем или иным причинам, в общем-то, использовать новые технологии, например, ну, вот даже так, нельзя назвать это уже новые технологии, но, по крайней мере, цифровые, да, это глюкометр. Ну, вот глюкометр сейчас есть у большинства пациентов сахарным диабетом, и, действительно, они измеряют уровень сахара в крови, в общем-то, кто-то чаще, кто-то реже, эти данные накапливаются, да, ну, и в лучшем случае пациент это переносит в дневничок ручкой, да, в худшем вообще ничего не делают, и врач на приеме там пролистывает в этом глюкометр, что там есть, и иногда вообще невозможно понять, с чем связано повышение этого уровня сахара в крови, да, там то ли съел что-то, то ли, в общем-то, не сделал инъекцию инсулина, никаких отметок, если пациент не произвел, в общем, тоже, да, информация потеряна. Ну, вот проводили исследование, что, да, вот 60% в Европейском Союзе пациентов с сахарным диабетом отслеживали дозиметрические измерения в цифровом виде. Ну, много это или мало, моим представлениям должно быть как-то будет как-то побольше. И в настоящее время действительно разрабатываются вот эти цифровые приложения для того, чтобы именно анализировать данные, полученные по глюкометру, и, в общем-то, представлять это в каком-то удовольствии для пациента и для врача. Ну, и, конечно, сейчас их достаточно много, но, вот, в общем-то, доказательную базу по эффективности применений, в общем-то, удалось вот собрать всего на несколько, да, это вот пять приложений, для которых было доказано, что действительно это улучшает состояние пациента, да, по снижению уровня гликемии. Ну, это, там, оцениваем по уровню гликированного гемоглобина, ну, в общем, отмечается, что, да, что есть улучшение состояния пациента. Ну, от чего зависит принятие больным цифровой медицины? Конечно, очень разные популяции пациентов и вообще отношения к компьютерам, технологиям. И вот у нас есть такой передвижной модуль. Мы в разные районы Московской области выезжаем с бригадой врачей и обследуем пациентов с сахарным диабетом. И вот, ну, какое-то время назад мы даже пытались провести такой опрос, да, вот, у кого есть смартфон и, в общем, кто готов, в общем-то, использовать смартфон для переноса информации глипометра. Ну, и получили, это был даже 2017 год, да, получили, конечно, маленький процент, да, пациентов. Но это были пациенты, в общем-то, такой вот старшей возрастной группы, это пациенты, проживающие в удалённых районах Московской области. Вот, если мы были берём пациентов с сахарным диабетом первого типа, да, если брать Московскую область, так, у нас 13 тысяч пациентов, то, конечно, большинство из них, да, положительно относятся к антимной технологии, готовы их использовать. Второй тип очень разнородный, да, например, 90 процентов, 95 процентов, да, пациентов с диабетом, это второй тип. То есть у нас там больше 200 тысяч в Московской области. Вот, но, а вот, тем не менее, конечно, это тоже такая проблема на сегодняшний день, да, что вот эта востребованность, то есть можно предложить какие-то технологии, будут ли они востребованы, там. Ну и принципы для внедрения технологий, конечно, вот эти технологии должны быть удобными, то есть они должны быть очень сложными, да, потому что пациент, он готов тратить время на свое здоровье, да, но очень часто для него вот это вот удобство, оно на первом месте, да, вот он будет это использовать, если вот он очень быстро обучился, да, это еще одно из требований, да, чтобы ему объяснили, как это использовать. Дальше клиническое преимущество. Естественно, вот эта технология, она должна улучшать его состояние, да, если, в общем-то, ничего не изменится, вот, то это лишняя нагрузка, она никому не нужна, ни пациенту, ни врачу. Экономическая выгода, ну, понятно, кому-то должно быть нужно, если применительно глюкометр, мне кажется, это, вот, может быть, можно производителем глюкометра для того, чтобы больше из полосок продавать, да, и больше их приборов использовалось. Вот, если этого не будет, они тоже не будут в это вкладываться. Ну и безопасность хранения данных, несомненно, тоже важный момент, это тоже можно учитывать. Теперь, что уже на сегодняшний день, в общем-то, реализовано, ну, так, на западе, да, ну, то, что, в общем-то, интересно. Это компания Johnson & Johnson, они сделали такую систему One Touch Reveal, вот, как раз есть глюкометр, да, есть смартфон, в который передается данные глюкометра, и есть облачные технологии, да, так называемый врачебный кабинет, куда все данные передаются, где они хранятся и тем или иным образом анализируются. Ну и вот тоже очень интересные такие данные по использованию вот этой системы у пациентов с сахарным диабетом второго и первого типа. Причем эта система, она предполагает возможность такого обратного контракта, контакта с врачом, то есть врач может дать рекомендации пациенту в зависимости от его показателей гликемии. Ну и так ожидаемо всегда, что первый тип, который молодые люди, да, у них будет лучше результат, там, по их показателям, вот, и по тому же вот снижению уровня сахара в крови, вот, и интересно, что в этом исследовании оказалось, что при втором типе сахарного диабета, в общем-то, результаты были лучше, да, то есть это говорит о том, что, в общем-то, не нужно такую ставить крест, на людях, в общем-то, такой старшей возрастной группы, да, очень разные люди бывают и многие готовы к, в общем-то, использованию вот этих новых технологий. Другой глюкометр, это Contour Plus One, который уже появился из предыдущих, вот, по праву, система, она только должна появиться в России, вот этот глюкометр Contour Plus One уже зарегистрированы, есть возможность в России это использовать, и здесь, опять же, данные глюкометра напрямую передаются вот в это приложение Contour Diabetes в мобильное приложение в смартфоне, и также есть возможность передавать это в облако, то есть облачные технологии тоже используются, и здесь очень так удобно это сделано для пациента, и можно дополнительно записывать какие-то события в глюкометр, даже фотографировать еду, но, к сожалению, пока эта система не пересчитывает количество калорий, и какие-то другие показатели с фотографии, но, может быть, впоследствии это будет дополнено. И вот очень интересно, что создаются такие структурированные отчеты пациентов под данным их мониторирования глюкозы крови, и это может анализировать врач, и, в общем-то, дать уже такие конкретные рекомендации для пациента. Ну, для наших пациентов представляет опасность высокий и низкий уровень сахара в крови, и здесь тоже вот эти глюкометры, они дают четкий сигнал, и даже цветовой вот, в общем, индикатор есть, когда высокий уровень сахара, когда низкий, и рекомендации, что пациент должен сделать, да, что там есть такая вот функция, что можно настроить звонок, да, какому-то там своему родственнику, да, который при высоких уровнях сахара в крови может помочь, например, да, с какие-то рекомендации при низких уровнях сахара в крови. Ну, еще одно. Можно я добавлю, да? Тут я вышла в зарубежных глюкометрах, но у нас есть производитель, который производит отечественные глюкометры, Элто называется, да? Я знаю директора этого производства, и он ищет, кто мог бы ему разработать такое приложение, которое бы работало не хуже, чем, скажем, то, что вы продемонстрировали. Поэтому, если есть у вас программисты, которые заинтересованы в такого рода разработках, пожалуйста, я контакт помогал обеспечить, мы на нашей базе можем провести эти исследования. Понятно, что, опять же, это оплачиваемые вещи часто, это бывает совместное финансирование, скажем, научных проектов, скажем, фонд плюс-то стать разработчик, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. В общем-то, и на это директора, в общем-то, могут пойти. Если им разговаривали, он готов выслушать, из-за меня приведу, команду, которая будет работать в этом направлении. Поэтому, если это, скажем, будет интересно, то у нас даже есть прототипы. Осталось только сделать для русских. Мы вот с Ильей Алексеевичем смотрели, выбирали программу для больных с сахарным диабетом, которая была бы удобна, вот, для, скажем, помповать, для анализа показателей глюкозы крови. В итоге оказалось лучше всего русская программа. Круг вымешь, да? Ну, это диабет? Да, диабет. Ну, обычное положение. Лучше, самое лучшее, самое крупное оказалось наше. И я считаю, что это оно так и есть, потому что все-таки наши математики, они классные. Пожалуйста. Следующее направление – это дистанционное консультирование. Ну, и, действительно, сейчас уже на уровне, там, и законодательности, да, и законодательных актов. И вот это наименование медицинской услуги появилось официально. Дистанционное наблюдение за показателем уровня глюкозы крови. Действительно, это очень востребовано. Пациенты находятся, как я уже говорю, дома, на работе, да, и необходим какой-то контроль внешний, да, за их состоянием. Да, в этом зависит жизнь пациента, сак, над диабетом. Ну, и вот какие здесь есть интересные такие прорывные технологии. Это, например, система мессенджер, которая тоже вот тестировалась как раз под руководством Александра Васильевича. Российская разработка. Российская, да, разработка. Вот, и это, ну, такой аналог WhatsApp для контактов врача и пациента. То есть пациент задает вопрос, и врач в этой специальной программе, да, может ему дать ответ, да. Понятно, что пациент спрашивает, да, когда у него появляется этот вопрос. Врач, когда у него есть возможность, он отвечает, да. Действительно, у нас есть такая проблема, что пациенты иногда нам очень часто звонят, да, это нереально всех пациентов на себя замкнуть, вот так вот постоянно отвечать на их звонки, да. Другое дело, когда есть вот программа, да, в которую врач заходит, и когда у него появляется время, да, он вот это надо отвечать на все эти вопросы. Ну, и вот как раз тоже в нашем отделении Андрей Алексеевич занимался тестированием, в общем-то, этой программы «Мессенджер», там, на пациентов с сахарным диабетом первого типа. Ну, здесь написано, что только шесть пациентов из десяти появилась необходимость связаться с врачом. Ну, можно говорить только, а можно говорить целых, потому что это как шесть апрошетов. Да, вот, поэтому здесь, да, такой вопрос сложный. Но, тем не менее, да, тем не менее, в общем-то, в будущем, конечно, это очень интересно было бы более широко распространить на нас иших пациентов. Ну, здесь, опять же, много вопросов возникают вот таких вот даже не сколько этических, а сколько, опять же, поддержки врача, да. То есть он должен быть заинтересован в таком постоянном контакте с большим количеством пациентов, да, то есть это должно быть как-то решено. Ну, вот программа сама очень удобная. Я так понимаю, что та же команда, да, разработчиков, это медархив, да, это хранение уже медицинской информации по пациенту, да, тоже такая специальная программа, в общем, достаточно интересная. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова